Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Орн Шрайдер. И мы с вами довольно долго не виделись, потому что на моем канале уже 778 подписчиков. Не 777, потому что 777 это была бы довольно красивая цифра. И она, кстати, была. Скриншоты вы можете посмотреть у меня на страничке ВКонтакте. Да, ребят, напомню, что у меня есть страничка ВК вот здесь вот и группа ВКонтакте вот здесь вот, где вы можете писать свои пожелания, свои эмоции, свои любые предложения, любые идеи. Вы можете креативные свои давать либо мне в личку ВКонтакте, либо в группу ВКонтакте. При этом можете задавать различные вопросы мне в личку. Я на все отвечаю, ребят, не волнуйтесь, так что дерзайте, а вы погнали. Сегодняшняя тема нашего ролика это какую экшн-камеру выбрать для Даунхила? Ребят, на самом деле вопрос очень-очень интересный и обширный. Существует множество экшн-камер. Это Xiaomi UI, это Sony Action Cam, это GoPro, это CJ. Вот такие основные, скажем, 4 штуки я назвал. Это являются, так скажем, лидеры в этой области Даунхила и вообще любого экшн-спорта. Начнем с ценовой категории, так скажем, да? Их немножко рассортируем. Открывает нашу позицию это CJ. CJ Cam является одной из самых дешевых камер наравне с Xiaomi. А качество съемки у них довольно среднее. Это китайские обе камеры, да. Единственное отличие, это, естественно, бренд. Но, честно скажу, я не пользовался лично, так что можете почитать о них отзывы, посмотреть видео-обзоры. Но их главное преимущество, что они недорогие. Ударопрочные также и довольно, ну, неплохо относительно снимают. Но Xiaomi все-таки лучше по уровню съемки и записи звука, что немаловажно. Далее у нас идет Sony Action Cam. Она была у меня как раз. Ребят, на самом деле Sony Action Cam довольно неплохая камера. Это, в первую очередь, из-за ее эргономики. Потому что она не как квадратик такой, который неудобно держать в руке, а спокойнее, как обычная камера, такая продольная форма. Ее можно держать удобно в руке и делать, так скажем, селфи-влоги даже, можно сказать. Ну, единственная проблема в том, что на нее крепления очень мало, потому что в основном делают крепления поддельные под GoPro. Ну, не поддельные, а клоуны, так скажем, крепления. Их очень-очень много, а под Sony они только оригинальные и дорогие. Ну, можно найти на AliExpress, на eBay. Вот, качество записи у Sony вообще прекрасное. На самом деле, очень много разного софта под Sony есть. То есть, можно обработать видео с помощью этого софта, можно накладывать какие-то GPS-карты, возможно. В общем, главное преимущество Sony в том, что она относительно недорогая. Относительно, GoPro она дешевле. И при этом она снимает на уровне даже лучше GoPro где-то, в каких-то моментах. Как и все остальные камеры, Sony пишет GPS-трекинг. То есть, вы можете отслеживать, откуда вы приехали, куда вы доехали. И все это вы можете вставить в видео. То есть, вот эту вот карту с GPS вы можете вставить в дальнейшем видео, чтобы все видели, какой маршрут вы проехали. Далее идет у нас GoPro. GoPro стоит сейчас довольно много. Тем более, сейчас вышла GoPro Hero 5. Эта камера является хорошей на самом деле. Но на нее делали обзоры многие люди и почему-то критиковали ее за звук и за внешний вид. То есть, сейчас эта GoPro идет без бокса, в принципе. Эта камера полностью прорезинена, чтобы ее было удобно держать в руке. И она также представляет собой, как вы знаете, все, наверное, квадратик, который не очень удобно держать двумя руками, но удобно держать в зубах. Да, вы понимаете. Вот. И самое интересное, что она стоит сейчас бешеных денег. Аксессуаров под нее очень много. Это главный плюс. И она умеет писать, если не ошибаюсь, 4К 60 FPS. Даже так, по-моему. Ребята, на самом деле, все это проверьте, потому что я лично не смотрел, честно скажу. Вот. Так что эта камера, она является хорошим проверенным выбором. На самом деле, GoPro никогда не делали фигню. Они делают только качественные аппараты, которые довольно долго работают. И очень удобно ими пользоваться, в первую очередь. Вот. При этом у GoPro есть сзади сенсорный экран, а не монохромный, как у Sony. Это одно из самых главных преимуществ, что вы можете прямо на самой камере посмотреть видео и сразу же его удалить, допустим, или оставить. Вот. Это тоже очень удобная схема. Так что, вы повидели, да, вот здесь будет, вы скажите, такая диаграммка по ценовым категориям. Надеюсь, вы видите, да, как расположена камера. И сможете сделать выбор на какой-то одной или иной камере, которая вам лично подходит и понравилась. Если есть еще вопросы, ребят, пишите мне ВКонтакте, в личку где-то вот здесь вот она будет. Оставляйте комментарии под видео и в группе ВКонтакте. Ставьте лайки. Ребят, на самом деле, скоро-скоро-скоро лето. Надеюсь, вы подготовились к сезону. Проверьте все свои велосипеды, байки на исправности. И, ребят, с вами был, как всегда, Ордин Шрайдер. Я желаю вам всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok